В этом году школьная лига КВН сменила прописку. Игры с участием команды с кинишми Наволок и Дьячева будут проходить на сцене Наволокского дома культуры. В городском доме культуры города Наволоки прошел фестиваль КВН среди школьных команд. Добрый вечер, дорогие друзья, я искренне рад приветствовать всех вас. Вы знаете, вновь новый сезон, а это значит все сначала. Но есть ощущение того, что не просто сначала, а где-то даже с чистого листа. Этот фестиваль открыл новый сезон школьной лиги КВН и является по сути стартовой ступенькой для молодых КВНщиков. Стоит отметить, что после более чем 10-летнего успешного существования школьной лиги как городской лиги кинишмы, она неожиданно для всех переехала в район. И хотя состав участников поменялся незначительно, уровень шуток и актерское мастерство многих КВНщиков приятно удивили преданных зрителей. Особенно порадовались так называемому переезду клуба веселых и находчивых руководители Кинишемского района. Ведь это еще одно направление дополнительного образования, которому в районе уделяется особое внимание. Мы очень рады, что школьная лига КВН пришла в Кинишемский район. Уверены, что это найдет отражение в жизни района. Считаю, что это событие достаточно знаковое. Ведь мы же все хотим видеть наших людей, наших детей веселыми и находчивыми. Зарядиться позитивом от веселых и находчивых ребят пришли многочисленные зрители, до отказа заполнившие зал Дома культуры города Наволоки. В фестивале приняли участие семь команд – из Кинишмы, Наволок и поселка Дьячево Кинишемского района. Несмотря на волнение некоторых ребят, которые впервые шутили на большой сцене, в целом фестивальная игра получилась интересной и веселой. Команды были хорошо подготовлены к игре. Каждый из участников старался показать все свое мастерство перед десятками зрителей. В тему были политические шутки, шутки про Кинишму и Кинишемский район и про дороги. Конечно же, как и на любой игре школьной лиги, не обошлось без сюрпризов. В открытии фестиваля приняли участие приглашенные гости – команда КВН из Иванова и Владимира. Стоит отметить, что в составе ивановских команд есть выпускники Кинишемской школьной лиги. Ребята повзрослели, набрались опыта и приехали поделиться им с начинающими игроками. Гвоздем программы стало выступление матерых КВНщиков с солидным стажем из города Владимир. Абсолютно каждая шутка профессионалов сопровождалась всплеском оваций и заразительным смехом. У нас, между прочим, очень цивилизованный город. У нас все улицы освещены. Администрация тут ни при чем. Спасибо, батюшки. Ребята из Владимира не только показали блестящее выступление, что стало уроком для всех участников лиги, но и дали несколько полезных советов начинающим КВНщикам. С чего стоит начать вообще любому КВНщику – это посетить школу КВН. В любом ее проявлении. Либо очень профессиональную съездить в Казань, где проводят редактора высшей лиги. Но это уже, наверное, позже. А для школьников пока какую-то школу КВН местного уровня посетить, где дадут базовые навыки игры в КВН, потому что, конечно, молодые КВНщики не избегают ошибок. Фестиваль закончился. В нем нет ни победителей, ни побежденных. Жюри, председателем которого стал глава администрации Кенишемского района Сергей Герасимов, отметили всех участников лиги. Каждая команда получила определенную номинацию. Свою оценку фестивальной игре дал и президент школьной лиги КВН Кенишемского района Андрей Киричев. Все, что мы задумывали, конечно, удалось. Не так все было просто, но все-таки открытие нового сезона школьной лиги КВН состоялось. Конечно, команды, которые первый раз выступали на сцене, они сделали на сегодняшний день очень большой вклад. Ведь это просто кажется, что так легко выйти и сказать. Нет, друзья, над этим надо работать, работать и работать. Впереди у школьной лиги КВН много целей и планов. Пока они остаются секретом. Думается, что весь сезон пройдет на заданном уровне. Ну а тем, кто посетил в минувший выходные фестиваль, хороших эмоций, позитива и теплых воспоминаний, до следующей игры точно хватит.